Студия позитивного мышления Татьяна Салмановна Макту, Сайфудин. Сегодня у нас 19 января 2021 год, 0 часов и 48 минут. Татьяна Салмановна Макту, Сайфудин. Смотрите мои такие видео. 8, 18, 28 минут позитива. Со мной, с Татьяна Салмановна Макту, Сайфудин. Сейчас я готовлю себе такой ужин, опять ужин как в Парижах. Я вам все покажу, сейчас буду кушать. Картошечка варится с чечевицей. Картошечка варится с чечевицей. Чечевица нут. Чечевица нут, красная фасоль. Сейчас я положу лапшу Царь. Лапшу Царь. Так, это эксклюзивно. Так, это эксклюзивно. Это лапша Царь. Вчера я купила магазинчики. Магазинчики семи шагов. Тут на одну порцию только положить. Вот так вот. Короче, я уже все посольила. Посольила еще раз. А так, так я уже помыла кастрюльку. Помыла кастрюльку и помыла свеколку. Сейчас свалится. Сейчас сделаю себе вот такой военный ужин, как в Париже. И поставлю вариться свеклу. Свеклу, мазуту. Немножко музычки. Немножко танцы, да? Немножко танцы, танцы. Звучит музыка. Субтитры делал DimaTorzok 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 Кетчуп-майонет, кетчуп-майонет, ох да, без гордыни, но с гордостью, вот так, без гордыни, но с гордостью. Так, попробуем. Варились? Сейчас попробую, еще немножко, немножко. Это в хорошей цене, получится в хорошей цене, продукты вчера купила, другие товары, батончик, оладушки, там вообще 13 рублей, по 13 рублей. Вот и мука, очень хорошая цена, возьмем муку сюда по всем. И гуляш, гуляш тоже в очень хорошей цене, половинка хлеба 19 рублей, половинка хлеба 19 рублей. И вы принимаете. Ну что, я думаю, что можно уже накладывать, то есть нужно выключать. Накладываю, как в лучших ресторанах, знаете, как в лучших ресторанах. Машлено. 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 Ох, масло Каролина. Машлено. А так, как в лучших ресторанах. Ах, в лучших ресторанах, ах, в лучших ресторанах этого Мишлено. Крюку прямо. Ах, в этих лучших ресторанах Мишлено. Сейчас картошечку. Смотрите, как в лучших ресторанах Мишлено мы положили сюда в лапшу, в лапшу. А сейчас картошечку выкладываем. Ох, поэтому панамная технология. Это картошечка, панамная технология, панамная технология. Ах, чечевицы, щевиц, мусс, красная фасоль. Ах, это такое, знаете, в этих, эти, нано, нанотехнология. Это супер нанотехнология. Ах, красотея, просто красотея. Сейчас я вам все это покажу. Как в этих лучших, в какой обслуживании этих лучших. А, немножко запачкалась, а вот запачкалась можно протереть. Ну да, запачкалась, нужно протереть. Я сейчас выключила, я уже выключила. Здесь все нормально, я выключила. Ладно, сюда, так, все великолепно. Ох, слобода, слобода чесночный. Ох, такой пикантный вкус. Кетчуп чесночный. А также с вами досмотрим сегодня лучшие рестораны мира. Попутешествуем с вами бизнес-классом. Ах, и первым классом. В этих, по ютубу. Ох, слобода. Майонез 67 процентов. Жирности на перепелиных яйцах. Ах, натур-продукт. Ах, натур-продукт. Ах, эти лучшие рестораны. Как лучших ресторанов. Здесь самое главное, смотрите. Ох, чесночка надо было покрошить, конечно. Ох, вы знаете, чесночок. Сейчас я посмотрю по вкусу. Конечно, и конечно, соевый соус, тариапин. Но здесь нужно по вкусу добавлять. Я чуть-чуть добавлю. Я добавлю так чуть-чуть. Брызну. Сейчас сбрызну чуть-чуть. Вот. А так посмотрю. Хлеб. Тоже банана технология. Ох, это хлеб отдельно. Хлеб отдельно на тарелочку кладется в этих лучших ресторанов. Хлеб кладется отдельно на тарелочку. Что-то покажу. Что-то покажу. Можно мне показать, что я все-то покажу. Куда это поставлю, что я все-то покажу. Как это, богемы. как в лучших ресторанах, 7 звезд эти мишлены, эти мишлены, эти рестораны, еще немножко масла надо будет добавить, смотрите, в общем, это чечевица, вареная чечевица, красная фасоль, нут, вареная картошечка, вот, так скажем, вареная лапша с посолочным маслом каролина, майонезом слобода на перепыленных яйцах и соусом чесночным слобода, хлеб, дарницкий, чесный состав. Так что вот. Сейчас туда запоставлю, видео запоставлю. Чтобы было красиво, красиво, еще булочка, даже не знаю, булочку, еще можно положить булочку, смотрите, обычно она, грубо говоря, там хлеб, булка, вообще сюда, сюда это отдельно, выше ресторанах мира. А, вообще немножко, знаете, это масло, это каролина, давайте побольше масла-то добавим, побольше масла-то, вообще, конечно, сейчас, большой свет я выключу. Здесь я все выключила. Ах, эти кольца, самое главное, еще кольца одеть. Ах, ты красивые мои кольца, да. Ах, тебя, может быть, и так тебе нужно показать. Татьяна Салмановна Мактум Саи Фудент. В общем, сейчас буду кушать, как, знаете, как-то, чтобы, а, здесь, сюда можно так положить. Ну, в общем, эти лучшие, лучшие рестораны, обычно, а я вам там-то показывала, уже самые дорогие блюда, лучшие рестораны. Конечно, чесночка. Я так понимаю, здесь, наверное, надо было, может быть, еще чуть-чуть, хотя чесночок я добавляла. Чесночок у меня добавлен, добавлен, в, так скажем, в нут, в фасоль, в чечевицу. Вот. Обычно эти еще блюда, главное, подавать определенные, как-то называется, определенные, чтобы они были не горячие, не холодные, а даже, вы знаете, вот, чтобы вы должны приготовить и принести, чтобы они определенной температуры были. Ну, да, определенной температуры, конечно, эту лапшичку нужно, так вот, здесь перемешивать, перемешивать, потому что, это лапшичка, ну, лапша-царь, такая, очень пикантная, такая лапша-царь. Я бы сказала, в магазинчике Семишалов, может, с булочки, все-таки побольше добавить по вкусу. Соевый соус, торияки добавляйте по вкусу. Так вот, попробовать и, в принципе, чуть-чуть больше добавить. Ну, чтобы не переборщить. Еще можно добавить вот хрен, горситу с хреном. Вот такие вот дела. Вообще, такой, достаточно большой выбор, я обратила внимание, вчера в магазинчике Семишалов, выбор лапши, такая лапша, примерно по одной и той же туимости. Видите, даже со скидками, около 30 рублей за упаковку. Вот, даже такая коричневая лапша, знаете, такая коричневая лапша. Надо было несколько видов, может, купить, потому что я это уже покупала, и название такое «Царь», очень вкусное. Ну, в общем, светские, вот видите, в рамках моего ладжурнала. Вы знаете, там у меня написано «Эротический этикет». Ну, я думаю, что, знаете, наверное, все-таки нужно начать, в принципе, не с эротического этикета, а с этикета. А, знаете, если человек мечтает познакомиться, ну, вы понимаете, да, люди известные и богатые, вот, они общаются в определенных кругах. И в этих кругах, в общем, там, ну, я не знаю, определенные бренды, например, название «Вин», понимаете, вот спроси, ваше любимое, там, вино, там. Ну, то есть, ну, как-то разбираться, ну, уж даже насчет вина, я даже не знаю, ну, в принципе, наверное, надо, да, вот эти вот названия «Вин». Я думаю, а с чего начать? Покорять их, покорять тем, что знаю название «Вин». Ну, знаете, если вам попадется знаток «Вин», вы все равно не перещеголяете в этих познаниях, вот. Ну, если честно, «Вины» меня не очень интересуют, как таковые. Ну, в общем, конечно, хорошо знать, да, какое-то такое дорогое, очень дорогое, вино, какие-то названия, ну, чисто вот так вот. Ну, значит, что там еще? Нужно, наверное, заинтернетить. Я, наверное, это нужно проинтернетить? Вот вопрос. Вот так вот беседовать, понимаете, вот так вот беседовать с богатым человеком, чтобы быть на уровне. Ну, чтобы он эти вот, ну, на уровне, я даже не знаю, как-то на уровне. И думаю, что нужно начинать с того, с вашего опыта, где вы были, что вы видели. Потому что если вы не были там, это только заинтернетили, что мне приходит на ум. Мы в нашем втором свадебном путешествии с моим бывшим мужем, по-моему, Максимовым Данским, были вот это, как там, на повале, вот это вот, как там, винодельная, вот это вот, как это называется, не знаю, как это называется, аж целая, целая часть, очень, часть там, городка, или как-то там, на повале, в общем, она называется. Мы посетили там вот эти вот винодельные, как они, как, в общем, это. Ну, в общем, да, я же вам там выложила даже видео. Мы там, мы с моим бывшим мужем на вот там, и экскурсии показывают и виноградники, и дегустация вина, и рассказывают, и бочки показывают. Ну, сказать, что мне это было интересно, ну, он порисковал, что это вообще эксклюзивно, что, как бы, сюда стремятся, что, понимаете, да, это какой-то эксклюзив такой-то, дорогие вина. Ну, а чего, чего не посмотреть? Я посмотрела. Ну, в общем, я там была вам на несколько вот этих вот, знаете, вот, смотрите мое видео. Это я там была, знаете, в таком этом джинсовом костюмчике, знаете, в таком, это, в полосочку. Ну, из-за того, что там говорили, конечно, я это пропустила как-то мимо, потому что меня эти вины никогда не интересовали, только, знаете, ну, так вот, то есть, теперь я сказала, что нужно, а что нам есть вкус, а что не посмотреть? Если дорого-богато. Вот, дорого-богато. Ой, слушайте, она даже ножик была. А что, ножки не помыл, мне-то должно было ножик помыть. Где ножик-то был? Сейчас, я салфеточку. А, пустите, салфеточки. Вот эти вот. В общем, салфеточки. Ох, это такая, такая все эксклюзивная. А, такая все бакетная. Такая эксклюзивно-богемная. Конечно, знаете, вот так вот блеснуть, блеснуть знаниями, блеснуть, где ты была, сказать, что там больше, чем 25 стран мира. Сказать, вы знаете, а ваши какие любимые страны? Потому что, знаете, я была больше, более 25 стран мира, я посетила. Сказать, вы знаете, вот, а вы часто путешествуете? Вот. Какая ваша вообще любимая страна в путешествиях? В общем, как-то вот так. Это по типу вопроса. И сказать, вы знаете, что, я вот была в 2004 году в Америке. Вот это вот, ну, вот это вот винное, вы поняли, да? Но на самом деле, помимо того, что я помню, что он на повале называется, я помню, что, ну, в общем, там, экскурсия, как это выглядело, эти виноградники, он там, эти винограды, и правда, там, вот это вот все такое. Вот. Я ничего сказать по этому поводу не могу, это нужно заинтернетить. Это нужно заинтернетить, посмотреть, как-то вот это вот запомнить, вот это там, чтобы это как-то рассказать. А с другой стороны скажут, ну, да, была в 25 странах мира, и что она рассказывает про это, про виноделие? Может, она выпить любит? Тоже как-то не очень, да? Ну, хорошо. Ну, что было еще эксклюзивного? Ладно, все, отставим вот это, отставим. Все, я поняла, что потом скажут, что-то она куда-то там это наповали, даже эксклюзив какой-то. В общем, давайте от вина подальше. Не будем. Не будем. В общем, что у меня, вот там вообще, вот мы путешествуем, а в таких эксклюзивных, мы там, и, как там, вот этот отель, и спа-отель эксклюзивный, это спа. И мы были в Панинсуле, Панинсуле, Беверли-Хиллз. И в каком-то пятизвездочном отеле, где гольф, гольф, вот это вот. Ммм, эксклюзив. Мы по Сан-Та-Барбаре гуляли, и в бутики заходили, и на Родео-Драйв были. И поэтому проехали, знаете, вот этот вот кофт, как он там называется, вот этот вот. Здесь горы, здесь море, это американская вот эта вот дорога. Эксклюзивная. И, в общем, так вот. Мы там арендовали. Мы летели на самолете, вот. А потом в аренду брали машину. Правда, ту машину, которую Перри брал в аренду, она не соответствовала вообще нашему пятизвездочному путешествию, потому что какая-то была достаточно дешевая машина. И когда мы подъехали, понимаете, я помню вот это вот. Знаете, к Панинсуле Беверли-Хиллз, какие машины подъезжают. Это просто там, знаете, просто шикардо. Понимаете, когда мы подъехали на этой машине, это было, знаете, честно говоря, неудобный момент в этом путешествии. Был такой. Я подумала, интересно, а Перри как-то вот нормально вообще вот это, заказывать этот Берли, вот это вот Панинсуле, Панинсуле и подъезжать на вот это какой-то дешевый, ну, взятый в аренду красной машине, к такому отверну, мне лично было не очень удобно. Потому что на такой машине, ну, нужно подъезжать к какому-то более какому-то вот это, потому что там вот такие вот эти вот, ну, такие машины были, вот это я помню. То есть какую-то надо было арендовать машину, соответствующую вот этому путешествию пятизвездочному. А так, в принципе, нормально. Нет, ну, что там, Кост там, другие как-то вот это, это нормально. Просто, понимаете, вот это вот сам факт, что мы, помню, подъехали и выгружали за эти чемоданы вещи, вот, понимаете, вот эти люди, которые там выгружают, они не привыкли к таким машинам, вот это, как бы, в этой Панинсуле. Это я точно помню. Это такой момент, это мило. Ну, и вообще, какие-то вот эти, вот эта вот машина, она не соответствовала нашему путешествию. Вот. Что там еще? А что меня больше всего, конечно, вот в этом удивило, конечно, рестораны были хорошие, вкусные, там рестораны, да. Ну, поэтому по ресторанам нужно пройтись. Вот. А вот это вот замок, дом, замок, тоже на берегу океана. Сейчас, Татьяна Сомана, даже название точно сказать не может. Ну, хорошо, сейчас я с вами словами расскажу вам. Пока не за интернет, что, знаете, вот это вот. У меня тоже там это видео было, я когда-то выкладывала это видео. В общем, что меня удивило, знаете, вот сейчас там музей. Знаете, вот на такой огромной горе стоит шикарный дом, шикарнейший, старинный. Там жил какой-то вообще магнат, очень богатый человек. Туда экскурсии, туда экскурсии водят. И этот дом меня удивил. И больше всего меня удивил бассейн в этом доме. Там такие инсталляции, там по типу шоу-театра. Там, когда приходишь на экскурсию, там подстарину все сделано. Там люди сидят, разговаривают в таких старинных одеждах, чтобы вы чувствовали атмосферу. И там экскурсовод. И это меня удивило. Удивил дом, удивили комнаты. И обстановка там была как вот сто лет назад, наверное, или как там вот такая вот. Это было очень интересно. И бассейн меня удивил. Такой шикарный там бассейн. Но самое главное, я запомнила, что там вот этот мужчина, он был женат. Он был женат. И как-то это место такое уединенное. И жена, короче, от него сбежала. А чем-то он там занимался таким. А она решила, в общем, то ли в Нью-Йорк, то ли куда-то. Короче, вот этот вот, понимаете, вот этот замок. Я точно вот это запомнила. Я экскурсовод нам говорил. Что ей-то надоело там сидеть, понимаете, ходить по этим комнатам. Она хотела, ну, она хотела не то, что тусить. Ну, вы поняли, да, она хотела, чтобы это был там Нью-Йорк или какой-то город. Выше вот это. А вот это вот. То есть она, в общем, это точно помню. Вот это я так запомнила. А дом такой шикарный. Вы поняли, да? Такой цвет в дереве. На первом этаже, на первом и каком-то, нулевой этаж бассейн. Бассейн в восточном стиле там был. Колонна, мозаика. Это не бассейн. Это, там, знаете, эти колонны, какие-то гроты, какие-то колонны. И бассейн огромных размеров. И там такая была подсветка, типа темнота, какая-то мозаика очень шикарная. Знаете, это было не просто какое-то, то есть это было настолько удивительно, настолько красиво было. Ну вот, и вообще старинная мебель. Какой-то он то ли, то ли каким-то, то ли каким-то телевидением, чем он там, чем он там занимался. По-моему, это телевизионный какой-то. Знаете, я вам посмотрю, это очень известный вообще дом. Я о нем уже писала. На моей странице, фейсбука. Вот это, конечно, меня удивило, что там на экскурсии его были. И люди там такие, знаете, приходишь, они по старину в старинных таких платьях. Ну, как сто лет назад одевались. Знаете, входишь прямо в зал. И там эти люди, они сидят, человек пять, между собой разговаривают. Мужчины, женщины, на вас не обращают внимания. Вот. Вот. Ну, особого внимания не обращают, они составляют как бы театр. Часть, часть спектакля, часть шоу, понимаете, часть экскурсии, часть музея. Это было так удивительно. В Эрмитаж мы уже приходим, там нету, например, таких вот. По Эрмитажу же не ходят, переодетая там Екатерина или Петр. И говорят, ну, а вот вы уже поняли, да, такого уже нету в Эрмитаже. И в Лубре такого нету. По типу, знаете, вот такой, типа, спектакль, переодетые вот под старину, подразделенные персонажи, люди. А там это было. И в нескольких комнатах. Что показалось мне, ну, откуда, на самом деле, достаточно, я вообще особо музеи в Америке никаким, а какие музеи в Америке? Ну, это было очень красиво. Так бы просто, понимаете, так бы просто была обстановка. И чтобы подняться, по-моему, туда кто бы на эту гору там ходит, там все такая приличная гора, понимаете, приличная гора. И, кстати, после этого, после этого, этой экскурсии мы, вот единственный, по-моему, отель какой-то такой не очень, на берегу этого моря, океана мы ночевали. Какой-то не очень этот отель был. Ночевали на каком-то странном отеле. Почему мы там ночевали, я даже не знаю. Это потому, что, знаете, наверное, это как-то может быть востребовано. Это почему? Ну, сделать, например, такой музей, или что-то, в общем, такое интересное. И прямо вот этот музей, и такие вот исторические, исторические какие-то люди в таких вот, исторических, вот их, ну, не исторических, а как там одевались люди сто лет назад. Там эти шляпки, понимаете, шляпки, обувь. Это сразу было видно, особенно по американцам. В Америке вообще такого не увидишь. В Америке это вообще, понимаешь, такой Парижский, поэт, такой Париж, Париж, была такой в Париже, не видела. А по-моему, я люблю такой стиль. После, когда приехала, на этот Парижский, ну, роут, упырье было такое старинное. Вот этот стол, понимаете, вот этот, ну, даже стол-то стоял там, упырье. Он мне достался после развода с моим большим мужем. Вот картина в банной висела. Вот зеркало, которое, вот в той комнате одно, тоже мы вместе с Пари покупали. Пари, может, особо и не надо было это зеркало. Я когда увидела, он мне так понравился, говорю, зеркало-зеркало тоже надо. Кстати, вы знаете, сколько в зеркало это стоило? Где-то тысячу долларов. Тысячу, это больше? Или больше оно стоило? А может быть, три? Забыла, сколько стоило это зеркало. Мы же в Домейн покупали. Вот стол точно помню, около трех тысяч долларов стоило. Потому что мы покупали сразу и стол, понимаете, и стол около трех тысяч долларов, где-то две с половиной тысячи долларов. Потом вот диван большой, очень удобный, которым так удобно было книги читать, это вообще просто супер. Тоже дорогое, около две с половиной тысячи долларов. В общем, две с половиной тысячи долларов. Вот. Такая шиндалера, шиндалера где-то, сколько там, не помню, сколько шиндалера стоило. А, еще вот эту лампу мы покупали, вот эту лампу там вместе со столом покупали. Вот. И еще огромные вот эти вот книжные, наподобие моих буфетов, книжный вот этот шкаф огромный, вот это он тоже, наверное, не знаю, там, тысячи три-четыре долларов стоил. Так что вот. Что там еще брали? Мы вот, а, ну и зеркало, и зеркало. Ну да, мы отставляли, понимаете, вот это вот, вот это вот, когда такой у меня был рабочий кабинет, библиотека, я там вот, в общем, оборудовала. И, кстати, если бы мне Пэри сказал, что там по интернету можно, например, таких буфетов купить по сто баксов, вот. В принципе, я по интернету там поискала, я таких буфетов там наставила, как-то книги положила, в принципе, для меня там, ну, в общем, как-то вот так, я же не знаю. Хотя нужно как-то себя любить, очень как-то нести, как-то достойно, знаете, как-то все дорого должно, знаете, как-то все как-то дорого, знаете, без гордыни, с гордостью. Так что вот, наверное, про вот этот вот, нужно изучить срочно информацию про вот этот шикарный дом и рассказывать, что я там была. Ну, про бывшего мужа этот вопрос опустить, наверное, знаете, рассказываешь вам с бывшим мужем, хотя может возникнуть вопрос, да. Как вы туда вообще поехали и так далее, ну, в общем, как-то вот так вот, да. Поэтому американцы сначала спрашивают, кем вы работаете, чем вы занимаетесь, чтобы они имели представление, что вы можете себе позволить. Хотя, может быть, некоторые люди могут себе позволить что-то шикарное, ну, может, кто-то что-то коллекционирует, может, кто-то на что-то копит и экономит. Может, у тебя только есть деньги, он может себе позволить, но он их не тратит. Это вообще вопрос, наверное, такой философский. Ну, нужно зарядку поставить. Зарядку, сейчас. Сейчас на зарядку поставлю, да. Ох, это какая фото. Ох, да, кушать, я люблю. Ну, вина, кушать, я люблю, так хочу посмотреть, в общем, как-то кушать. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Ох, в общем, да, что еще? Знаете, из такого, знаете, из всех 25 стран мира, что мне еще запомнился? Ох, рассказывать, рассказывать другим мужчинам, что итальянские мужчины умеют красиво ухаживать, вот это вот, носить вот эти вот фены с утра. Вечера сказала, что нужен фен, утром он бежит. Тоже нехорошо, скажет, что-то она вот это вот. Тут еще, знаете, еще неизвестно, знаете, так может слушают, слушают, потом подумают. Знаете, может, знаете, каждый еще, знаете, как-то вот так вот. Еще неизвестно, как кто воспринимает, знаете, эту информацию. Ну, хорошо, на Кипре я была несколько раз. Два раза на Кипре, в Венеции два раза на этом. На пляже. В Испанию ездила. Ну, хорошо, в Испанию, там, понимаете, с утра на пляж, днем на пляж, вечером променадик, потом дискотека, покушала, там все включено. В принципе, что там было вот это интересного? Знакомилась я там с местным испанцем, от которого толку никакого не было. Ну, что там рассказываешь? Рассказываешь, что я была пять раз в Парижах, и все выискивала себе какую-нибудь по баджету одежду со скидками. Мне тоже не очень интересно, как-то вот это вот. Да, скажем, удивил ли вас Париж, понимаете? Если вы, знаете, такая принцесса нефтяная, там, или какая-то вот эта вот, ну, или просто приехали, знаете, приехали один раз по путевке, как бы один раз посмотреть, и как-то вот это на всей экскурсии сходить, очень устать, все это посмотреть, и потом, знаете, сказать, что я на всех экскурсиях была вот эта вот. Я, знаете, каждый раз, когда путешествовала, у меня, да, я очень много чего смотрела, а, ну, наверное, тут правду как скажут, знаете, такая передача есть такая, если бы мы друг другу говорили правду, ну, да, да, знаете, скажу, Татьяна Салмановна, вот пять раз были в Париже, вот, знаете, вот вы вот прилетели в Париж, вообще вот эта атмосфера, вообще люди многие, вот это... Татьяна Салмановна, я же летала туда, в Париж, знакомиться с потенциальными женихами, за их счет. Поэтому Татьяна Салмановна, мысли были не то, что там Париж, Эфелева башня, да, это, конечно, очень хотелось, понимаете, вот эта Эфелева башня, вот эта, в первую очередь, была безопасность, понимаете? Татьяна Салмановна была Татьяна Юрьевна, себя обезопасить, вот еду там, мужчина, незнакомый, вы поняли, да? Короче, объясняю для непонятливых, в общем, это, сказать, что богема, в общем, ну, понимаете, да? Они как могли, понимаете, прилетели же на счет туда. А он, может, знаете, как один был, некультурный, но он был не из этих, не из агентств. Я с ним в Таиланде познакомилась. Он такой, в Гранд Отель Европы приехал, говорю, ну ладно, приезжайте. Он вообще, знаете, вот единственное некультурное, это вот этот был. С ним в Таиланде познакомилась. Потом такой прилетел в Гранд Отель, я пришла в Гранд Отель и такая, а он говорит, а ты что без чемодана? Я так сейчас помню. То есть он рассчитывал, что я прям, знаете, с ним там куда-то заселюсь вообще вот это вот. Вообще просто наглость какая-то. Ну да. Понимаете, там самое главное было посмотреть, познакомиться, пообщаться, посмотреть Париж. Если он не понравился, если он не нужен как потенциальный жених, если он не подходит, то очень мило ему объяснить, что я приехала, мы с ним друг на друга посмотрели, и в общем это все. Ну вы поняли, да? А потом уже думать о Париже. Понимаете? Вы так знаете, у вас когда такие, не знаю, там, у них такие богатые родственники, там, родители, понимаете? Как, знаете, из богатых семей, знаете, из нефтяных, я помню, там, девица, там, на Кипре. Она оказала, что у них в Сургуте, понимаете, она с деньгами приехала, понимаете? Честно говоря, я, знаете, там, это пройтись, а там, этих, короче, как там, этих коктейлей бесплатных, вот это. А там эти люди, она не такая из Сургута приехала, она приехала с гордостью отдыхать, она, знаете, а зато, она, знаете, она кремом не мазала, она сказала, в Сургуте солнца мало, она ничем не мазалась, она говорит, я тут буду неделю загорать, она была такая, сначала она была красная, потом еще более красная, потом она темнела, она была просто вот это вот. Она говорит, мне тоже срочно нужно загореть, она вот такая, она позагорать приехала. Она не приехала, не пить коктейли, не знакомиться, ей не надо, она там при деньгах, понимаете? совершенно другой это русская девушка была я хочу вспомнить сургута рассказала что да я хорошо зарабатываю как-то быть у них все хорошо живут у нас ехала на солнце и не надо было там в этот таник идти вот какие-то коктейли пить ну да он может у нас богатой семьи и сама хорошо зарабатывать эти люди этим не занимаются так вот если вы там из сургута еще откуда из какого там семьи нефтяного магната пролетели париж остановились в герк пятом вот вам вряд ли придет в голову шарится по каким-то там вот этим картам в доноске такие среднем такие вот магазины шарится по этим магазинам искать там двойные скидки вот это вот эти люди не по-другому живут а я всегда и когда пролетела я думаю с этим киприотом я не встретилась но у меня есть шанс я претела на кипр только искала встретить свою судьбу и все короче позагорала оделась и пошла знаете вот это там еще подружка там тоже была такая молоденькая на 10 лет меня моложе 9 вместе ходили там искать уходили я подумала что на искать у кума улетают иностранцы в эти переводы мало ли с кем познакомлюсь моя судьба я выйду замуж но я и все летала пролетела столько стран ну так она и была всем все правда расскажет а татьяна салмановна расскажет но судя по всему путешествовать надо за мужчинами это мальма мальма теплоход пароход который из мальма паром идет здание или куда-то там знаете вот это там и класса нет у них переправа паромная мы путешествовали с этим с эти томсом по европе и сначала туда вдали на этом пароме на его какой-то непонятной машине утром с машины туда когда мы сунулись на этот паром я уж когда мы уже там стояли покупали билеты я так вот обратила внимание повернулась я столько красивых мужчин никогда не видела часть жизни и они все они что не знаю все из мальма в дальнюю что я не знаю это шведы или ли я в швеции столько красивых мужчина они все на этом пароме вот я была так удивлена и обратил умодонкудай откуда-нибудь вот этот всем вот на этом пароль ни з blossom и будет эта из всех стран мира что ли что не объехал а там была целая концентрации каких-то высоких симпатичных иностранства мира так удивило вот на этом город пароме они были с этими машинами на этот паром бы туда он может это были датчане кто их знает но их была такая концентрация не 1 и 2 вот так оглянешься и все прям вообще как один какие-то вот эти вот это я точно помню ну да я думаю что если вы так расскажите каком-нибудь богемному жениху ужаснется даже рассмотрит в качестве ну вы поняли да такие они рассматривают женщин из этих из благородных из этих семей которые знаете они с детства музыка танцы вот это искусство какой-нибудь там вот это вот гарвард вы поняли да то есть приличная семья и такая что она в общем выполнена на счете что-то какой-то вот это плести поэтому говорит нужно о другом явно в этом нужно изучить хорошо вопрос потому что они тоже не дураки они должны если они специалисты они как-то в этом разбираются они могут чем-то такое спросить и все об этом не знаете поэтому судя по всему нужно жить в пункте искусства плести что-нибудь про какие-нибудь знаете вот это вот бокалы или как вам знать что такое тарелки какую-то ерунду взять какой-нибудь например музей искусств или какой-то музей где какие-нибудь знаете есть такие именные знаете есть тарелки например тарелка все там где-то выпускают 8 для этого нужно из каким-то лампы не знаю чего-нибудь вот там изучить на тему и сказать что я очень увлекаюсь этим я по типу не так это специалисты как несмотря на сколько там обладаешь этим так что вы и уже говорите в часах а вообще вот эта тема тема часов мужчины любят часы а вообще нужно конечно тематику брать мужскую или мужскую одежду русские часа мужчины вообще богатые мужчины они как правильно коллекционируют эти часы ну часы одарите а фэншу не рекомендует а разбираться в часах такой не сможете ли вы их переплюнуть понимаете в этих часах если они эксплуатируют и разбираются в часах ну да сказать что я специалист изучить специфику часов скажите что женских часах специалист как вот там какие тут я даже ни одной марки вам сказать не могу изучить изучить и сказать что ну а я вот там вот а я вот там видела коллекцию там и вообще я разбираю за интернет это все дело что вы но вообще я думаю что знаете такой богемы как у меня было этот этом новая страница эти френда на этих лошадях знаете вот эти которые там знаете есть эти клубы эти конные в европе они у меня очень много френдов было этих знаете коня они увлекаются это все дорогое между друг другом там собой общаются в общем очень много френдов было на странице фейсбука я думаю что найти себе такого жениха среди вот них вообще честно говоря из области фантастики потому что во первых если он достаточно такой молодой и в общем симпатичный он там себе найдет что вот среди среди своих там знаете в там же в этих клубах и так далее вот это вот чего там искать в интернете кого-то а если он с какими-то регалиями там знаете у него там эти регалии какие-то вот эти есть вы поняли да то есть а эти уже смотрят что вы знаете и она была уже знаете уже примерно там вот это вы поняли да так что здесь даже часы не прокатит самое главное вам расскажу самое главное основное вам будет интересно мой опыт вы даже не спрашивайте я вам отвечу знаете я приехала в америку из простой семье же мы рассказывать молодежь ну я вот здесь в этой квартире 30 лет 24 года постоянно но на тот момент меньше но все равно в школе я училась не очень вы поняли по тву закончила юрфак закончили юрфак по типу вот это вот нахрапом правоведние работала типа поставьте мне оценку нужно закончить вот я же вам рассказывала что я вспомнила просто достаточно много времени прошло я вспомнила я стала писать книгу я вам очень много времени проводила дома вот но в любом случае это чувствовалось конечно я приехала паре макс ладанским был этим врачом а значит врач в америке врачи в америке хорошо зарабатывал знаете шикарный дом выполняли ну понятно в общем как то вот это вот то что я приехала из россии и воспринималась конечно окружением воспринималась вообще почти никак не воспринимала вот и даже при таком раскладе что он знаете просто врач и я уже даже не начинаю врачом при каких-то выполнили да что-то такое какие-то там лорды там еще что-то это так вот я там несколько лет несколько лет чувствовал огромное напряжение прям вот физически прям вот такое чувство что поэтому давила на вот это знаете напряжение с чем было связано как раз с этим было связано а что нужно что-то делать представлять из себя что там знаете я не знаю там или работать или хорошую специальность или это книжку написать что книжка была известной в общем вот это мне наверное сподвигло я подумал что написать книжку же книжка была известной в общем как-то тянутся туда вы поняли да тянутся вот это вот тянутся потому что чувствовала знаете вот чувствовалась такая какая-то знаете вот это вот у нас в семье никто ни от кого ничего никогда не требовал знаете ни оценок у меня мама всегда говорила ну тройка ну ладно то есть Юрий Анатольевич он всегда молчал ему вообще все равно было ему было все равно ну никогда даже не спрашиваю чего я там получила как я училась а мама относилась так ну тройка и тройка сдала и сдала хорошо и вот это вот все я даже а я подумал что это Америка может это американский воздух или там Америка я подумал что это какой-то американская вот эта мечта быть известным богатым в Америке я не знаю там чувствовалось такое напряжение знаете оно наверное сравнимо с теми которые испытывают наверное подростки и дети в богатых семьях которых знаете вот так вот воспитывают и говорят вот это тебе надо это танцами музыкой заниматься хорошо учиться в институт поступить вот и вообще там ну в общем быть там не знаю там лучшим в своей области то есть ну в общем накладывают вот этот вот в общем зарабатывать хорошо вы поняли да и ребенок знаете чувствуя вот эту вот тяжесть вот это правда это какая-то вот такая вот тяжесть она прямо на физическом уровне ощущалась это точно а если еще такие родители они за ребенка все выберут какие кружки все надо кем он должен быть особенно в таких семьях где понимаете как-то мальчики они должны продолжить традицию мальчик такой может быть он какой-то музыкальный там еще что-то или штаны каком-то творческие а в такой семье где например какие-то заводы пароходы они говорят ты наследник ты чё там творчеством будешь потом заниматься тебе нужно бизнес продолжность бизнес вы поняли да а он как бы не особо хочет и имититься ему особо некуда ну вот потому что и на него вот это вот прежа что должен там учиться вот это получить образование учиться хорошо гарвит закончить ну да но с другой стороны понимаете при деньгах в общем что там учиться смотри с тем сравнивать я это фильмов иногда в фильме знаете я смотрю там фильмов показывают и они много и наоборот у этих новых русских у них особо эти забалованные дети знаете это может каких-то вот этих а у них забалованные наоборот сейчас показывают такие фильмецы у них наоборот очень много проблем у них эти дети вырастают они какие-то избалованные они привыкли к деньгам такие избалованные изнеженные типа дай-дай вот этот денег там вот это все такое а потом если от них еще и проблемы а тем приходится проблемы раскручивать там в общем как-то так очень много фильмов я там даже посмотрела вот это вот про ну вот эти про россию про новых русских московская золотая молодежь вот этого попробую заставить что вы даже не знаю те как там вот это а эти пьянки гулянки вот это пить там эти какие-нибудь знаете вот это как там эти тусовки вот эти наряды тусовки за границей в общем ночные клубы потому что в основном те которые подняли бизнес они подняли бизнес наверное советские знаете перестройка была знаете как говорится после советских времен началась эта перестройка а потом вот этот вот бизнес можно было бизнесом тех кто знаете такие вот они занялись а занялись а знали наверное что все это на них как-то вот сами знаете кому-то удалось заняться таким бизнесом ну а у самих в детстве наверное такого особо идей наверное в принципе нами как-то избаловали возможно хотя про какого я там про кого я читала там сейчас не помню я же изучала я же изучаю вообще биография богатых знаменитых людей сейчас не очень а так вот знаете в америке там в америке начала изучать я много чего читала такого интересного поэтому 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 таких вот богатых знаменитых они предпочитают иметь много детей много мальчиков много мальчиков я не знаю черчилль это был не черчилль потому что я читала там сейчас не могу точно сказать в общем короче или нужно как там в общем на самом деле я все сделала можно конечно поговорить знать тогда а потом все равно знаете чек которые привыкли как-то знаете к своей вот этой вот какому-то такому образу жизни общению можно какое-то время так вот пообщаться на каком дайте рассказать там какие-то часы там а потом знаете как в фильме все мужики с во там очень хороший момент есть а потом вы будете думать а когда же расслабиться чувствуешь себя как на работе ну да очень булочка очень вкусно динамная технология ну хотела вам это показать я вам не знаю показывала я вам загружу эти дорогие рестораны а потом я петель вам загрузила смотрите там жириновский через каждые две минуты кто-то приходит денег просить я так понимаю эти богатые люди уже настолько надоело и что все у них просят понимаете просят денег что они уже как-то знаете к этому относятся на любые вопросы говорят нет понимаете потому что эти уже это поэтому жириновский там сидит с этим полный полный сейф денег здесь он считает и говорить что нет в общем что остается остается знаете как в книжке натальи правдиной так что я советую книжки натальи правдиной почитать знаете знаете особенно которую она давно написала я привлекаю деньги я привлекаю успех я привлекаю любовь и счастье богатство в моих руках я все могу эти книжки 2002 3 4 годов которых она пишет сначала нужно найти себя себя в профессии найти свое дело встать на ноги встать на ноги встать на ноги и в общем искать свою любовь такие вот дела потому что в принципе смотрите знаменитые модели это все-таки на деньги к деньгам вот это вот смотрите водянова стала из простой семьи стала известной моделью обеспеченная на подиумах у нее сколько уже детей там вроде мужья у нее какие то вы поняли да то есть она как бы она вот добилась что она стала известной моделью она уже не просто там где то продает в овощной палатке какие то где непонятно где какие то фрукты или овощи она известная модель там вот в этих в европе и при деньгах и внешность какая тогда так что я так понимаю стать известным дизайнером в эту область знаете известной моделью легче стать чем известными дизайнерами честно говоря там знаете такие ниши это вообще ниша вот так что вот если стать известным дизайнером а где вот показаны эти показы придут вообще вот эти вот богема придет богема сделать фуршет банкет и все вот то есть остается только дело за малым стать известным дизайнером чтобы вот это потому что богема она любит знаете красоту там моду и на какие-то выставки или известным каким-то художником знаете типа там какие-то художественные выставки а там одежда и они уже не будут воспринимать что знаете вот там где-то там кто-то где-то жил там россии там знаете вот это вот а уже будет восприниматься уже уже по-другому что по-другому просто принимать и судя по всему очень вкусно судя по всему знаете искать можно по интернету тем более по интернету это раньше были агентства еще не так это все развито было судя по всему конечно очень может я ошибаюсь искать мужа себе через брачное агентство по интернету это знаете вот это вот ну ищет в общем бесплатную там домработницу скорее всего знаете чтобы там по хозяйству и заодно там ну понятно да такой вариант какой-то такой вот вариант это знаете ехать неизвестную страну неизвестно кому это еще хорошо если все как-то еще более-менее вы поняли да то есть в общем как-то вот так в общем я покушала ну да богема в общем эти богема кто будет иметь посуду все кто будет иметь посуду ну что у нас это кафе что у нас это к чаю к чаю к чаю у нас киви но если я съем эти киви если эти киви сейчас съем что я буду есть потом то что вот может быть она киви как бы вот это вот ну там еще несколько киви есть я вчера купила вчера купила киви певицей стать известной певицей или актрисой стать известной актрисой без знаете без знаете как там видите вот знаете как там называется наверное супер известная актриса это у кого мужья знаете вот эти вот режиссер или как-то называют как такое тут видео я сейчас посмотрела так а а а а Ведь хочется, чтобы в гармонии с собой, понимаете, шопиться в гармонии с собой, жить в гармонии с собой. Знаете, вот этот слоган, шопиться в гармонии, то есть в пяти озерах, жить в гармонии с собой. А чтобы жить в гармонии с собой, но не думать, знаете, по поводу того, по поводу такого напряга, который я уже говорила. Я показываю себя здесь близко, показываю себя близко, сейчас я покажу мой паспорт. О, два часа ночи, в общем, покушала, смотрите, такая милая покушала, целый чат кушала за разговорами. Ну, в общем, это богема, любит покушать, поговорить. В общем, богема любит покушать, какие-то, почему-то позитив, вообще, посмотреть, засмотреть по интернету, что-нибудь такое богемное. Почему такое богемное? Окна, кубы, наверное, больше накрасить, как-то они стерлись, я вообще не поняла. Кубы нужно запокрасить, где моя эта штука-то была? Ну, сейчас. Сейчас покрашу губы. Ну, в общем, смотрите, до этого видео я здесь сняла короткое видео, а до короткого, трехчасовое, ну, почти трехчасовое. Ну, это, думала, будет 28 минут. А потом, я, знаете, не люблю, в принципе, когда вот это вот, ну, ну, что, думаю, останавливать это видео и вот так вот его дробить по 28, если я кушаю, понимаете, вот это вот. Вообще, богема, она любит, это я себя. Наслаждаться красотой, сижу, наслаждаюсь, кстати, кушать, знаете, вот это кушать, если я там не включаю, например, в видео, смотрю там или Скорого Очарования, или Наталью Правдину, или что-нибудь такое, лучшие рестораны, или полеты первым классом в Дубай, смотрю, как это все, там они черную икру кушают. Ну, или что-нибудь такое, или музычку такую, очень такую веселенькую, ну, или что-нибудь вот это такое, или что-нибудь такое дорогое, дорогие машины, дорогие яхты, дорогие дома. Ну, да. Думаю, что это мое, если вы хотите, вы хотите меня спросить, когда я смотрю дорогие яхты, дорогие дома, самые дорогие в мире, дорогие, какие-то ювелирные украшения, знаете, какие-то ювелирные дома, смотрю, короны царей, что-нибудь еще интересное, представляю ли я это своим. Ну, как вам сказать, знаете, я, когда смотрю, я наслаждаюсь. Ну, вот там, знаете, драгоценности английской короны. Я, правда, особо не смотрела, но я, по-моему, в шестнадцатом году смотрела эти короны. Я, скорее всего, как пишут книжки Наталья Правлина, радуюсь, как-то вот восхищаюсь богатством, радуюсь, знаете, вот радую глаз свой, радую глаз. Я как-то уже подумала, может быть, мои 10 миллионов долларов привезут, я уже себе домик подобрала, ну, вот, ну, тогда Василий говорит, может, вы себе там выберете по интернету там дом, в общем, что-то. Я думала, думаю, ну, хорошо, может быть, я сейчас выберу себе дом, машину, и здесь, может быть, сразу и деньги подвезут, и сразу это все куплю. Ну, я быстро, я нашла за 10 минут, я себе дом, машину за 10 минут могу найти. Деньги они не подвезли, я уже дом нашла, вообще не поняла, набрала там самый дорогой, все, вообще пусть, короче, вот это вот. А что ты долго-долго вот это берешь, набираешь самый дорогой, который подойдет в Ленобл, в Телесанкт-Петербурге, и все. Я считаю, что мне подходит, а там я разберусь. Да? Ну, знаете, какие-то там замки недостроенные есть, что-нибудь в этом роде. Сразу тебе пару хаммеров выбрала, я однажды, одному даже мужчине звонила по поводу хаммера, я еще квартиру снимала на Черной Речке. Хотела Черный хаммер купить, надо было, все деньги, вообще деньги украли у меня, то есть 3 миллиона рублей украли, так бы хаммер был. Мужчина, я вам звонила по поводу хаммера, вот этого, это была я, имеете в виду мужчина, это я вам звонила. Хаммер был у Черного Цвета. Мечта. Так что вот, раньше я все подумала, там это негатив, негатив, а потом я подумала, знаете, я с их негативом покупать не буду, я подумала, знаете, если они подарить хотят, это одно дело, знаете, очищать их негатив. А так, знаете, если хаммер буду не новым покупать, а негатив, я им верну, и дом тоже, знаете, раньше все вот это отшпандурило, отшпандурило, а те же, думаю, знаете, вообще вот это вот, затем уже губы вот это раскатали. Так что вот, если, конечно, подарить, то еще дело там вот это вот, что-то там вот это вот такое вот это. А так, так я подумала, что весь негатив им верну, очищу, очищу этот дом, машину, короче, от этого негатива. И все. Другое дело, если они хотят подарить, здесь какие-то вопросы уже другие. Татьяна Салмановна сценарист, вы не знали, а вы первый раз смотрите мой лайк-чурнел? 5000 видео, на каждом видео я. Татьяна Салмановна, Мактунсов, один на русском, на английском языке, два моих канала ютуба. Я быстро нашла. Там всякие такие драгоценности, как это называется, имя беля. И дом нашла, и машина, и белый хаммер даже, там, по-моему, белый я, да, нашла, аж один, белый хаммер, аж один. А деньги так и не привезли. Ну, это, да, это я вот понадеялась, думаю, уже подберу, там, вот такой дом, и, в общем, эту машину, думаю, сразу, и сразу привезут, я сразу куплю. За полдня все это куплю. Съезжу, скажу, что вот это все я покупаю у них. А так, конечно, то, что я смотрю, ну, да, знаете, вот эти вот дорогие десерты с бриллиантами, дорогие десерты с бриллиантами, в общем, как-то, что там, яхты. Ну, знаете, яхты, это я Салмана никогда не понимала, я не очень люблю, как бы, хотя, знаете, много времени провожу дома. Ну, это, знаете, штука, она же не на волнах качается, понимаете, а качаться на волнах, чтобы путешествовать на этой яхте, я, честно говоря, вот это вот не совсем, знаете, как, я раньше тоже в картинах особо, я картина, вот мне вот подарили картину, часть я купила, потом мне подарили, на мой коллекция картин. Вот, у меня даже с кошками, у нас было два урока искусств с кошками, я говорю, кошки, сейчас будет у нас урок искусств, что там, просперусенька, она такая, да, я говорю, просперуси, это картина, на ней колокольчики называют, такая небольшая, знаете, такая, но просперуси сразу сказала, что, ну, она хочет, чтобы я эту картину ей подарила. Ну, такие у меня кошки, только за большие гонорары, что думаете, они там, за дармалом это все делают? Они это делают за большие гонорары. Ну, да, так оно и было. Ну, ну, я говорю, ладно, просперуси, я говорю, ладно, просперуси, хочешь картину с колокольчиками? В принципе, она, конечно, хорошая с колокольчиками. Ну, хочешь, я тебе ее подарю. Ну, да, так и было дело. Это я к чему-то говорила. А, к яхтам. Я даже не понимаю, они там вот это вот из разных стран, короче, понимаете, здесь что пугающее, что меня пугает? На этой яхте, яхты есть не очень большие, вышел в открытое море, а там может начаться шторм, а у человека может быть морская болезнь, она будет шататься, а видите, какие шторма иногда бывают, эти волны, а вообще, океан, он вообще полный тайн и сюрпризов. Я, конечно, путешествовала на Сильвеллайн, это огромный, знаете, как дом, вот этот огромный корабль, и вообще, то есть там много народу, и он плывет, ночь плывет, а не так, чтобы выйти в море на этой яхте. И, я не знаю, в общем, выйти, куда-то там причалить, я даже не знаю, они причаливают сколько там, ну, понимаете, вот это вот. А если там несколько дней плыть, выходишь, кругом океан, вот это море, ну, там не знаешь, может шторм начнется, может такой начнется шторм, что вот это вот начнет качать вот это дело. А что там делать-то? Там вообще такое дело, или качаться на это, я, в общем, честно, меня как-то вот это, я особо, я не знаю. Это тратить такие бабки на вот это вот, это, конечно, все, конечно, вот эти, наверное, огромные, они как-то, а если не далеко вот это выходить, как, знаете, как-то поплавал, знаете, вот там вот поплавал и причалил вот это вот. Днем как-то в хорошую погоду, когда тепло, а выходить куда-то, понимаете, вот это, путешествовать, или вот там между вот этими, как, я не знаю, как это, чисто вот это вот. Понимаете, такой спишь, ночью шторм начался, вот это, или какой-нибудь холод, или какие-нибудь ветра начались, или так штормит, что все это вот это подбрасывает, или качает, или заливает ее водой. А что там делать-то? Там, наверное, молиться, 90-й псалом читать? Может быть, это редко бывает? Для этого нужно быть, наверное, каким-то очень любителем, вот эти, есть такие, знаете, они любят воду, море, они как-то это любят. Для меня это, вы поняли, да, вот так вот выйти, вот это вот, ну, как сказать, если вы сравните с этим, то, что я вам рассказывала, вот этот, на горе, вот этот замок, там как-то, в принципе, наверное, кроме, знаете, там это прислуга, там этот мужчина с женой жил, там особо никого нету. И тоже на горе, не знаю, там, наверное, этих, за медкресенье не бывает у них там вот это. Там хоть понимаешь, что, знаете, вот это вот большое пространство, много комнат, из одной комнаты в другую, бассейн зашел, вот это вот. А из этой яхты и не выйдешь, если там штормит, в принципе, ну, это какие-то такие, в общем, эти, может быть, крайности вот это вот. Наверное, это любители открытого из этого океана. Выйти вот в этот океан, вообще вот эта вода кругом, над тобой небо, океан, знаете, это как вот эти вот раньше, знаете, эти Робинзона Круза вот это вот, причалить на какой-нибудь необитаемый остров. Я люблю комфорт, в общем, на самом деле, ну, я не знаю, горе, что если они, конечно, так вот немножко в хорошую погоду куда-то вот это, яхта вот это, что там, видимо, и то, понимаете, там, может, акулы какие-нибудь, а вообще какие-то рыбы, а вдруг это какие-то киты есть, вы видите, есть огромные животные какие-то, вот эти киты огромные. Если яхта плывет, ее там это холостом этот кит заденет, я не знаю, вот это вот, какое-нибудь морское вот это, есть такие огромные какие-то, он там немножко плыл, немножко задел, короче, вот это. Другое дело, понимаете, вот такой замок, про который я рассказывала Шикарнейший дом, да, в такой комнате, немножко морочновато Я согласна, знаете, что там было? Знаете, этот дом был похож, он немножко морочноват был Особенно без этих людей Знаете, если там вообще никого нет, и ты там один сидишь Он, наверное, там выезжал на работу А она, наверное, там с прислугой жила, эта тетенька Я точно, я теперь поняла Комнат много, а немножко у них недоработано там в комнатах У них депрессивная, у них депресняк У них там не хватает цвета в комнатах Я теперь помню, заходишь, смотрите, заходишь, комната маленькая Гостевые комнаты там, даже с одеждой были Смотрите, у них там депресняк Маленькая комната, деревянная кровать, стул встает Все, в принципе, красиво и дорого И одежда лежит Но, понимаете, депресняком там пахнет Там пахнет, знаете, таким депресняком И пахнет какой-то такой, знаете, как в старых вот этих вот Старая закалка, у них все по режиму В 9 подъем, в 10 завтрак, в 2 обеда, в 7 ужина Если ты опоздал, то, ну, у них очень серьезно там вот это вот Такие есть, такой закалки эти вот эти вот И там депресняк в этих комнатах, в принципе, был депресняк Она там на депресняком, в принципе, страдала Может быть, это мое личное вот это, я теперь поняла Там заходишь, вот это вот, комнат много И там немножко вот это вот, за счет этого дерева Знаете, вот дерева много, коричневого много Все очень дорого и очень много дерева Там цвета не хватает Там им добавить вот это вот Вы видели вот это латина-латина Блесток-латина По типу мы вот это вот раскрасим вот этим цветом фуксистости Вот это Им цвета фуксистости, знаете, вот такого цвета там не хватает Вот этого, не хватает цветов, понимаете, каких-то вот этих картин, яркости, там яркости не хватает. Да, потому что очень, в принципе, депрессивное. Ну, одно дело там посетить, там один день, там неделю, понимаете, а если там люди вообще годами, понимаете, вот это с годами. Огромное пространство, библиотека, и все такое, такое шикарное, знаете, вот это вот, такое шикарное. Но если в Эрмитаже, смотрите, в Эрмитаже там большие комнаты, большие коридоры, большие пространства, и вот такой проход, а там такого нету. Там, я точно помню, там гостевые комнаты, в эту комнату вот хочется ну, дорого там, да. Вот, например, зайти, как-то поспать и выйти оттуда. Там не хочется оставаться. Там что-то не доработано. Там нужно вот дизайнер, вот это что-то там такое, в общем, как-то вот это вот изменить. Там этой тетеньке надо было пригласить от этого, а он занимался вот этим каким-то, какой-то очень знаменитым, то ли телевидением, то ли радио, вот это вот. Ей нужно было в этом доме сделать, вот как, знаете, такую радиорубку, пригласить людей, пригласить этих стилистов, визажистов. Ну да. По типу я там делаю свой бренд, духов там, там еще какую-нибудь новую там, эту, что-нибудь, вот это. А ее муж бы ее пропиарил там на это, он же был от им известным. Она бы всех к себе заприглашала и всех их по этим комнатам, короче, распределила и тусила бы в этом доме. Ну да. Сказала бы, а что, сейчас мы будем разработать бренд духов там, какие-нибудь платья вот это вот. Он там это запиарит. К ней все приедут, вот эти стилисты, визажисты, заснимут ее. Ну да. И у нее образовалась там вот эта вот мувминт у нее образовалась. А что ей там в Нью-Йорк было ехать? Ей наоборот надо было вот это вот. Вот это вот. Ну, не совсем уже вот это. А вот, знаете, как у чем-нибудь вот таким вот заняться и всех их туда вот это вот. Но приглашать. Как я и писала, как я и писала однажды в моем брендировании. Ей надо было известных вот этих вот стилистов, визажистов, стилистов по комнатам нанять и сделать в разных комнатах разные страны. Стран много. Она бы сказала, короче, вот эти комнаты маленькие мы расширяем, делаем большие. Из каждой комнаты делаем там одна комната. У нас это, короче, Чайна. Это как в Нью-Йорке. Смотрите, там итальянский город, Чайна-таун. Вот это вот, китайский квартальчик, понимаете, фуншуй, статуэточки. Испания, понимаете, все ярко, ковры яркие, краски яркие. Расширяем пространство, делаем Испанию в этой стране. Там Китай, китайские фигурки, статуэтки, короче, за его счет. А ему все это заказать, короче, сделать, а этому мужу прислать счета на оплату. Сказать, что ты хочешь, чтобы я здесь жила? Все, мы здесь делаем реставрацию, а это счета на оплату. И все, короче. Вот сколько стран, столько там такого, что-нибудь такое интересненькое. Куба, понимаете, вот это вот. Все, заказать их статуэток, ковров, в общем, всякого вот такого. И оно было такое яркое, такое, интересное. И, в общем, вот так вот делать что-нибудь там, вот это вот такое. И уже по этим комнатам, вот это вот, там это наслаждаясь ходить. Эти бассейны. В бассейнах статуй не хватает, потому что там очень красиво. Но там что-то тоже не хватает. Потому что, если представить там вот так вот себя одну вот в этом бассейне, вот это вот, он с такими гротами, честно говоря. Но они, может, там с охраной ходят? Это же не знаю, в этом бассейне. В общем, там так сделано дорого. Там только надо было немножко изменить. Знаете, там елок понаставить, этих елочных игрушек, блестки по типу, там вот этот там, рэп-не-рэп или что там. Ну, в общем, что там, знаете, по миру посмотреть, кто чем там занимается, какие-то там, знаете, вот эти вот. Там же наверняка и картин много было, там, наверное, все оригиналы. Там же этих людей, знаете, они даже обижают и скажут, что это вот, знаете, они даже обидятся, если вы скажете, что у них там не оригиналы. У этих людей есть даже картины оригиналы. Какая-нибудь там одна картина стоит таких денег, что, понимаете, вот это вот. Другое дело, что, может быть, короче, он возражал, может быть, он был в старых этих традициях, он против этого, знаете, есть такие. Я фильм смотрела, знаете, по Крисмусу. Там такие, эти мужчины в возрасте, знаете, в этих замках живут. Они привыкли к этим традициям. Они там живут 50 лет. Они привыкли, они даже не привыкли. Он там один даже елку, то есть елку не ставим, мы не мусорим, то есть они привыкли вот жить по-старому. Они по-новому как бы не могут. У них-то прислуга, вот это вот сто, у них обед, они у них уже такой налаженный, в общем, они немножко такие, в общем, эти немножко странные, но не привыкли. У них привычка в 50 лет. Ну да, у них привычка в 50 лет, и как бы вот это вот, что-то там, вот это какие-то нововведения, они очень-очень сложно с ними. Тот, наверное, тоже возражал. Старок традиций, наверное, был. Так что вот. Ну ладно. Просто шикардос. Сейчас я тебя буду видеть и погадать. Ах, это как, ах, это затянутал маму. Ах, это платье, ах, это, думаю, красивое платье. Дизайн. Дизайн. Ох, это как растопок. Ох, это нестиленная. Ох, это как нестиленная. Ну да. Да. Ох, это нестиленная. Ох, это да. Ох, это мой лайф-джорнал. Это мой лайф-джорнал. Татьяна Салмановна Макту. Сайфудит. 20 июня 1972 года рождения. Вот. Рождаюсь в городе Ленинграде. Это мой лайф-джорнал. Ну, в общем, вот так делаю из моего имени мировой бренд. Смотрите два мои канала Ютуба. Патяна Салмановна Макту. Сайфудит. На русском, на английском языке. Больше пяти тысяч видео. На каждом видео я. Ну, книгу читаю так, чтобы, знаете, еще что-то сделать, в общем, сделать яркий, более яркий свет нужно здесь за поставить. Потому что если света маловато, то есть еще лампы нужно нести, лампы нужно нести, читать, читать книгу. Ну, я даже не знаю, я вот думаю. Или загружать уже это видео. Получается, сколько там позитива. Смотрите, в общем, мои такие видео. 8, 18, 28 минут позитива. Ну, и больше позитива. Статья Салмановна Макту. Сайфудит. Студия позитивного мышления. Значит так, сейчас у нас час 37. Получается, что уже к двухчасовому это видео. Ну, ладно. Сейчас посмотрю. Наверное, это все-таки нужно загружать. Все-таки, наверное, видео нужно уже как-то вот это загружать. и другое снимать. В общем, показываю себя крупным планом. Ах, знаете, поставлю я. Вот сюда поставлю эту штучку. Ах, самое главное, чтобы это платье держалось-то на этой резинке. В общем, это, в общем, эксклюзивное такое платье сделала. В общем, это мой Life Journal. В общем, такой позитив. Супер позитив. В общем, сегодня у нас вторник. Или здесь поставить. Я вот думала, где может быть здесь поставить как-то более яркий цвет. И книгу. Автор книги. Тайная психология денег. Секрета богатства и процветания. Это я. Была Александрова Татьяна Юрьевна. Значит, сегодня у нас вторник, 19 января 2021 год. Два часа ночи и 28 минут. Ну, практически 28 минут. Ну, вот уже настало 28. Смотрите сейчас. Два часа ночи и 28 минут. Было 27 минут. Ну, я даже не знаю. Компьютер как бы точно-точно показывает. Сейчас точно показывает у меня. Два часа ночи и 28 минут. Слушай, я покажу себя. Вот так показывает. Как бы вообще будет. Ну, все, в моей спальне. Эта кровать стояла у нас в гостевой спальне с моим большим мужем Пэй Макселом Дански. На фекте Сыскин Мрот Бунселл Коннэктикут. После развода эта кровать досталась мне. Привезла ее в контейнере в 2008 году туда, в Санкт-Петербург. Ну, в общем, мебель, мои вещи, одежда стояли на моей квартире. На Волховском Санкт-Петербург, Россия, в Волховске 4, квартира 10. И в 16-м году я эту кровать привезла сюда, в мою квартиру. И с 16-го года, с осени 16-го года, каждый день сплю на этой кровати. Ну, день и ночь, иногда я днем сплю, иногда утром, ну, имеется в виду каждый день. Богема. Богема иногда ложится спать утром, встает вечером. Так что, сколько уже жертв? 17-й, 18-й, 19-й, 20-й. Уже 4 года, уже 4 года, каждый день сплю, ну, каждую ночь, можно сказать, каждую ночь сплю на этой кровати. Вот такие вот дела. Смотрите, а если я выключу свет? А если я выключу свет? Ох, тогда будет вот так вот, ах, это богема. Темноватый, правда? Ну, обычно у меня такой низкий свет. Я люблю вообще, это верхний свет, я включаю для, так сказать, для видеосъемки. А так вот такой нижний, только нижний свет, нижний свет выплю. Предключать свет, знаете, плохо видно, знаете, как плохо видно, да? Здесь у меня нужны такие лампы, здесь мне нужно больше ламп, вы помнили, да? Больше света. В том смысле, что больше света для, ах, я такая, такая, смотри, такие вот эти вот, в сеточку, колготочки. В общем, больше света для, чтобы читать книги. Потому что так нормально, нижний свет смотреть видео, вот, все великолепно. Но, чтобы читать книги, нужно больше ламп, больше света, больше светильников. Потому что обычно предполагается, что здесь, конечно, не одна лампочка. Знаете, вот, у меня здесь одна лампочка, здесь вот, как там, начин, ну, такой, в общем, это низкий свет. То есть, считайте, что две лампочки, но по 40, по 60, по 60 ватт, 40 и 60 ватт, маловато. Есть здесь, конечно, такая, большая люстра, много лампочек. Ну, обычно, знаете, для чтения хорошо, знаете, такие вот, какие-то такие, знаете, специальные, чтобы свет был близко, типа, этих, как они называются, такие светильники. Не ночники, а не ночники, светильники, чтобы они около, знаете, около были. Поэтому для чтения книги нужно сейчас оборудовать, оборудовать мне вот это вот. А времени уже, времени уже, времени уже много. Поэтому я вот думаю. Ну, ладно, сейчас, в общем, принесу. Сейчас принесу я этот светильник отсюда. Ветильник отсюда принесу. Продолжение следует... 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 у волса гражданин кейн 1941 год флоридское поместье кейн описывается как самая крупная земель и самый дорогостоящий памятник построенный человеком в честь себя самого со времен пирамид я даже не пила я кода мы такого даже не знал такой знаете давайте страница отсутствует а это какой-то фильм а это кинорежиссер сценаристка и работа в театре на радио в кино мы даже таких и не знаю но они когда-то жили но это явно знаете даже при уменьшила величие вот этого бассейн стилизованный под древнеримские термы а вот что мне понравилось смотрите это бассейн стилизованный по под древнеримские термы вот что мне понравилось это вам покажу дело а мы там были вечером смотреть там еще окна есть там еще окна и статуи все такое сине-золотое вот а мы были вечером могли вечером и там было немножко темновато а днем нам даже свет падает я наверно вот эту штуку читаем покажу это древнеримские термаш такой термы ну в общем эти на минуте нимфы там купались сейчас вам пока в этот бассейн ну да это даже по американским меркам я даже не знаю если так это херст мог жить как же живут эти ротшильд я вообще даже я даже как живут эти ротшильды и рокфеллеры вы поняли да если это известные известные а здесь в принципе мало кто знает кто это вообще но в общем что здесь стоит про историю что они здесь это рауты в общем я даже не поняла я поняла что он вот эти какой-то медиа магнат по оказывается он был сенатором укаши давайте про него почитаем а это не это там до про другого говорили этот не этот дяденька ох какой ну да 3 сентября 1820 год американские предприниматели политик отец медиа магната у уильяма рендольфа херста ведь это медиа магнат это медиа магнат по предприниматель вот это вот при него очень в общем для него очень мало пишет мы такого мы такого не знаем особо вы хотите я вам покажу вам тот был другой понимаете там там про другого говорила экскурсовод говорила по другого это было наверное его уже потомок там был такой дяденька в это в теле такой какой-то вообще такой вот этот вот это наверное его его родственник тот легал по другому она показывала на портрет тот был более более капиталистического складывать этого тот выглядел по-другому она еще портрет показывал и рассказывал про него тот был другой точно помню значит это не этот Значит, другой. А мы-то что смотрим-то? Что мы смотрим-то вообще вот это вот? Посмотрели про вот этот вот? В общем, для Америки это очень нетипично. В общем, а картинки какие показывают? Про этот вообще замок. Картинки. Картинки вообще просто нереальные. Что там внутри. А, я вспомнила. И он там все коллекционировал. Получается, их семья в этих поколениях это все коллекционировало. Вот то, что там вот это вот. А там у них и фиолетово. Немножко я подзабыла. Подзабыла. А с этой стороны, а тут что-то другое я уже смотрю. Ну, конечно, 56 спален. Попробуй там всех оборудовать. Поэтому там какие-то спален. Там 56 не показывают. Там показывают пару гостевых спален. Пару гостевых спален показывают. Поэтому, знаете, у них там столько спален. Поэтому, знаете, конечно, 56 спален. Попробуйте оборудовать. Они, знаете, спаленки 56, конечно, они бы делали размером там в 5 раз больше. У них бы меньше было этих спален. Там гостевые спальни очень маленького размера. Примерно с эту кухню. Там такая спальня. Что это за спальня? Ну, чуть побольше. Кто делает такие спальни? В общем, это не про этого. Она рассказывала про другого. Получается, это его потомок. Потому что там его портрет висел, как точно помню. Знаете, он такой, у него лицо такое. Он такой упитанный. Это какой-то худой. Тот был такой упитанный. И, знаете, был похож на такого, знаете, вот этого зажиточного. Знаете, такой зажиточный был. Знаете, такой вот этот вот старинный зажиточный. Анна. В общем, в 13 часов и 4 минуты понедельник. А я не знаю, я что, это не увидела раньше, что ли? Я же смотрела мой этот. В 13 часов и 4 минуты со страниц Джорджа Сороса я получила от него такое послание. На русском языке он пишет. Показывать вам не хочу. Ну да, я вам показывать не хочу, просто я вот говорю. Вот в 13 часов и 4 минуты на русском языке он снова на иностранном пишет. А я ему отправлю, я вам отправлю. Я даже не хочу показывать для общественности, я не хочу это показывать. Я вам пошлю, вот я не знаю, вы шутите или вы Джордж Сорос, я вам пошлю это видео. То, что я вот получила, так скажем, вот это вот. Ваше послание. Я даже засниму, я даже засниму вот эту информацию. Смотрите, сейчас я видео это выключу. Вот. То, что вы просите, я вам запошлю эту информацию и засниму себя, что это я пишу. Вы поняли, да? Даже я вам на английском скажу. Ну да. А если я это буду писать, как же я это выложу на мой канал, если это будет секрет? Как же я выложу на канал? Я все равно это засниму, в любом случае. Я часть засниму, я, короче, часть засниму информации, часть будет секретом. И выложу, и вам тоже пошлю, чтобы вы знали, что это я. Не кто-то другой, а что это я. Так что вот, имейте это в виду. Может быть, на этом видео это все сделай. Не всю информацию покажу, но часть покажу. Так что вот. Я почему-то не увидела этого. Есть написано, понедельник в 13 часов 4 минуты я пришла это сообщение. Может, оно с опозданием. Может быть, это пока проверяли, потом уже поместили. Они, может, знаете, иногда я эти видео на мою страницу Фейсбука, какие-то видео они погружают на мою страницу Фейсбука, какие-то думают, и как-то очень долго думают от Фейсбука. Они там просматривают, что поместить, что не поместить. Там у них, наверное, я даже не знаю, вот эти вот, как они там будут работать. Я вам запошлю, да, запошлю, а что не запасать, запошлю. Я вам тут выложила на мою страницу огромное количество... Сейчас, знаете, зам, запоставлю сюда, запоставлю сюда и покажу. А, сейчас, знаете, у меня на зарядке стоит. У меня компьютер стоит на зарядке. Имейте в виду, компьютер на зарядке стоит. Компьютер на зарядке. Сейчас, если я поверну его сюда... Сейчас. Я зарядке здесь... Ну, ладно, сейчас. Он может немножко отключиться, если я вот сюда переставлю. Сейчас я его поверну, чтобы... Покажу мою страницу Фейсбука. Сейчас же будет 2 часа. Сколько я снимаю? Это видео у меня двухчасовое. 2 часа и несколько минут. Сейчас 2 часа и 7 минут. Вот, обратите внимание, сейчас 2 часа ночи и 55 минут. 19 января 2021 год. В общем, часть видео сейчас удалю. Часть видео с моего канала. Ну, ладно, сейчас-то закрою. Так что, вот такие вот дела. 2 часа и 8 минут позитива. Статьяна Салмановна Макту. Сайфудин. Это я. 3 часа. 3 часа. 2 часа. 3 часа. etryๆ. 3 часа. 5 часа. 4 часа. Продолжение следует...